В третий раз Александр Дмитриев привез в Дом музея Ленина уникальные книги, связанные с именем нашего великого земляка. По словам коллекционера, эта выставка больше посвящена ленинским местам в России, где Владимир Ильич писал свои знаменитые работы, выступал и спорил с соратниками. Поскольку у нас библиотека, привезли имя книги, но не только книги. Нам попало в руки несколько уникальных вещей за последние несколько месяцев. И это прежде копии писем Ленина. Среди экспонатов много изданий в единичных экземплярах. К примеру, папка делегату 13-го съезда Российской коммунистической партии. Летом 1923 года был создан Институт Ленина. Первым издательским проектом Института стала папка, которую получил каждый участник большевистского съезда в мае 1924 года. В нее вошли фоксимире рукописей ленинских статей, фотографии, копии писем. Этих папок было ограниченное число, контролировало их издание лично каменев. То есть, каждую эту папку он брал в руки. То есть, это само по себе уже музейный экспонат. А почему она редкая? Потому что делегаты съезда использовали эти письма, статьи, как раздаточный материал. Дарили родственникам, знакомым, приятелям. Поэтому полнокомплектные папки не сохранилось, кроме нашей. Самый редкий экспонат выставки – стенограммы 15-го съезда ВКПБ. В сборник вошло знаменитое письмо Ленина к 13-му съезду РКПБ, в котором он раздал характеристики членам партии, своим соратникам, в том числе и Сталину. В нем сказано, «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека». После начала индустриализации весь тираж был уничтожен. А занайденный экземпляр сборника до 1956 года могли расстрелять. Каким образом он сохранился? Здесь есть владельческий штамп Михаила Иванникова. Мне удалось проследить, кто такой Михаил Иванников. Михаил Иванников – это белый эмигрант, уехавший в 1920 году в Белград. Как к нему попала книга, если она была уничтожена? В середине 1930-х годов Николай Бухарин, главный идеолог партии, был отпущен за границу. Скорее всего, единственный экземпляр от этой книги, именно Николай Бухарин передал Михаилу Иванникову в Белграде. Позже Михаил Иванников стал основателем сербской и югославской кинематографии. Один из самых известных его учеников – это Эмир Кустурица. В экспозиции представлены работы и оппонентов Ленина. Например, книга марксиста Петра Струвы «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». Это одна из самых популярных книг того времени. Владимир Ульянов оставил положительный отзыв об этом издании. Петр Струвы недолго пробыл приятелем Владимира Ильича, около 10 лет. Он помогал ему в ссылке, печатал работы Ленина, посылал ему книги. Но к 1920-м годам это злейший враг Владимира Ильича. То есть весь остаток жизни после Октябрьской революции Петр Струвы потратил на оплевывание Ленина. Печатал антиленинские книги. Экспозицию дополнили графические работы знаменитых советских художников из фондов Ленинского мемориала, которые воссоздают историческую эпоху жизни и деятельности Ленина. Особое место занимают две небольшие зарисовки художника Владимира Ивановича Маркелова в горках Переславских. Туда, в имении Ганшинах, Владимир Ильич приезжал в 1894 году. С какой целью? С целью издания своей книги. Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов. Владимир Ильич на четыре дня приехал в это место. Находился там нелегально, конечно. И именно там были напечатаны первые две части этой уникальной книги. Представить культурный и социальный контекст нашей страны с 1923 года – одна из главных задач выставки. Именно в это время открывался первый Ленинский музей в Ульяновске. Значительная часть экспонатов специально подобрана для иллюстрации общественно-политической жизни страны того периода. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.